Кундалини это энергия ситха, скрытая энергия не в самом позвоночнике, а в психофизических центрах в этих районах, в этих областях. Это не телесная энергия, кундалини. И рейки может быть связаны с этими также психофизическими центрами, которые открыты либо закрыты. Это через руки, здесь тоже есть каналы, они этой праны могут лечить, как-то влиять, очищать что-то, но так они стараются это делать. Если вы этим занимаетесь, вы склонны, значит, к каким-то мистическим практикам. Если вы это делаете в служении Богу, это хорошо. Если вы это делаете с другими мотивами, это будет нехорошо. Сначала начинается все с белой магии. Любой мистический процесс можно разделить на белую магию и черную магию. Любой процесс. Смотря, для чего вы это используете. Это может быть полезным, как врачевание, скажем, как проповедь людям, что-то нового понимания себя, нового образа жизни через это можно дать человеку возвысить. А можно вредить также всем этим вещам. Это белая магия, она также постепенно становится черной магией. В начале черной магии не было, а была только белая магия. Это целительство. Но эти законы тонких можно использовать и во зло, поэтому именно здесь нужно сознание Кришны. Чем бы вы ни занимались, рейки или кундалини, вам необходимо добавить сознание Бога туда. Иначе это станет деятельностью неблагоприятной. В итоге даже может стать преступной деятельностью. Поэтому все, что связано со служением Богу, все хорошо. Есть пример, как вы используете нож. Хозяйка на кухне использует нож для чистки овощей. А бандит использует по-другому. Один и тот же нож, смотрите, совершенно по-разному можно использовать. Вот так же и кундалини, и все остальное можно по-разному использовать. Если ваш ум чист, занимайтесь чем хотите. Вы никому не навредите пути. Если ум не чист, то вот это могущество кундалини может развить вот эту нечистоту, этот эгоизм, это вот зло в человеке. Поэтому главное, чем бы вы ни занимались, развивайте свое сознание Бога, сознание Кришны.